Всех приветствую! Опять сейчас вопрос у меня возник с подписчиками. Почему разрушаются зубы? У меня есть книга «Для чего Богу зубы?». Там я очень много объяснила про это глубоко, но вот в двух словах ещё раз, чтобы вы понимали, зубы — это самый крепкий материал в нашем теле. И представьте, что этот самый крепкий материал разрушается. Что у нас в мире самое крепкое? Какой материал? Алмаз. И люди сами, когда его ограняют, делают огранку, чтобы получить красивый бриллиант, делают этот алмаз очень хрупким. Точно так же и зубами, когда мы, тело нам пытается это сказать, когда мы пытаемся сделать себе огранку, то есть мы самые крутые, самые лучшие, самые важные, самые красивые, самые такие, не злимся, не кричим, ведём себя правильно, все такие правильные. Вот это и есть отсечение от себя и огранка всех ненужных, как нам кажется, чувств, проявлений. Так вот эти все ненужные отсечённые части, якобы ненужные, делают нас очень хрупкими. Зубы показывают то, что мы теряем свою силу, мы теряем свой стержень, мы теряем, получается, часть себя, представьте, мы половину всё время отрезаем. То есть я не плохая, я хорошая, я не злая, добрая, я не некрасивая, я наоборот красивая, я стремлюсь быть красивой, быть самой умной, быть такой, быть сякой. То есть я всё время себя исправляю, чтобы быть максимально лучшей, чем я была. Так вот, вот это исправление, это отсечение всех частей нужных. Дело в том, что все наши демоны, все наши тёмные стороны, это все наши таланты, которые нужно использовать. Они такие же классные, как и те стороны противоположные, которые мы хотим в себе видеть, и чтобы в нас эти стороны люди замечали. Но противоположные стороны, они такие же, ни хорошие, ни плохие. Просто мы не научились их готовить, то есть использовать. Если вы поймёте, как использовать гнев, как использовать злость, как использовать неправильность, медлительность, жадность и тому подобное, в плюс, в пользу, поймёте, в чём суть этого чувства, насколько оно крутое, классное, что мы не можем без этих чувств добиться своих целей, мы без этих чувств не можем добиться наших желаний, повыситься в карьере и так далее. Все эти чувства нужны. Вот у нас нехватка во внешнем мире, мы её создаём только для того, чтобы откопать эти чувства внутри. Кстати, вот когда вы начнёте откапывать, у вас и изобилие вовне появится, и зубы перестанут разрушаться, и здоровье ваше улучшится, и ментальное, и физическое. Наша задача — начать себя любить и познавать. Что значит «любить»? Это не дарить себе подарки, ходить в платье покупать, маникюры, педикюры, говорить себе ласковые слова, быть собой и ещё что-то. Нет, любить себя — это все отрицаемые части обратно, которые мы от себя отрубали. Начать себе возвращать. То есть то, что мы не принимаем, то, что мы считаем плохим, то, что мы считаем неправильным, нужно признавать в себе и говорить то, что, блин, это во мне есть. Это, наверное, талант какой-то, который я не использую. Я просто ещё не понимаю, как его использовать, поэтому он для меня плохой. Поэтому я не знаю, как это использовать, и я это отрицаю, что «не-не-не, я не такая, вдруг меня осудят». Так вас не может никто осудить, кроме вас самих же. Если вы себя осуждаете, отрицаете все какие-то части, которыми вы не хотите являться, мир просто транслирует, как в зеркале показывает, начинает вас осуждать. Обрати внимание, вот ты такая, вот ты такая, ты вот такая. Это тебе нужно, это нормально, это просто нужно научиться использовать. Этому есть применение, просто ты не понимаешь, как их применять. Ну, как ты поймёшь, если ты не признаёшь? Сначала надо признать то, что со злостью можно очень много дел наворотить, что можно столько всего сделать, что с любым чувством отрицаемым, самым-самым гадким, да, на мой взгляд, например, или на взгляд других людей, можно обернуть его в такую пользу, можно его так круто использовать, сделать таким талантищем, использовать в своей карьере, в своей работе, в семье, в достижении любых целей, желаний. Вот, просто вы не понимаете, как это использовать. Ну, чтобы это понять, мы берём, трансформируем шаблоны, берём крайности, там, плохой, хороший, и начинаем рассуждать, почему это целое, почему это одно и то же, что это за чувство такое-то на самом деле. А две крайности — это не два противоположных чувства, это просто способы применения одного чувства, целого чувства, одно. А все крайности противоположные, дуальные, это просто способы применения этого чувства. Но вы, кроме способов применения, даже не догадываетесь, что вот это чувство целое, единое, и в чём суть. Но чтобы догадаться, надо, блин, признать. И плохое, и хорошее во мне есть, потому что плохое, и неплохое, и нехорошее. И хорошее тоже нифига не хорошее, и неплохое, но нейтральное. И это просто чувство. Если я пойму его суть, то я могу его использовать. И очень много эфиров, как трансформировать шаблоны, сколько постов написала. Если вы это не понимаете, приходите на курсы. У меня всего он стоит 15 тысяч или 18 тысяч. Сейчас мы написали 213 шаблонов, мы каждый день их трансформируем, прям рассуждаем, берём эти две крайности, соединяем в целом, находим суть. И вы уже начинаете понимать, что вот это то, что я отрицала, что я не такая фу-фу-фу. Но люди приходили, транслировали мне, мне это не нравилось, мне это злило. А оказывается, этой злостью просто я пыталась из себя вытащить вот это чувство, чтобы я заметила, обратила на это внимание, нашла применение. И это всё, это становится вашим талантом, это становится вашим мастерством. И вы это развиваете, это очень круто. Я вообще не представляю, как можно половину отрицать вообще того, что у вас есть. И даже когда вам люди скажут, да ты такой, и ты уже даже поверишь, уже поймёшь, что да, и действительно такой, всё равно хрен признаетесь. Блин, ну вы из этого можете такие классные вещи творить, вы так можете классно, осознавая вот эту отрицаемую сторону свою какую-то или отрицаемую сторону другого человека. Вот вам что-то в людях не нравится, они же просто вам зеркалят в зеркале вас. Это вас есть, это вам не нравится не в людях, а вам просто стыдно это видеть, потому что это вас. Ну то, что нам показывают люди, это наше, да. Мы просто не хотим это видеть, поэтому злимся на людей. Типа, какого хрена ты мне это показываешь? Почему ты неправильно? Там сегодня женщина пришла на курс, она лечилась очень долго у психиатра и потом на психотропных всяких таблетках сидела, ей ничего не помогло. И вот она пришла сейчас ко мне на курс, трансформировать шаблон. Она говорит, я ничего с собой поделать не могу. Меня дети раздражают, муж раздражает, вот всё меня раздражает. Я понимаю, что у Аниты тут вообще ни при чём, но я не могу. Вот я говорю, ну, пример можешь показать? Она мне говорит, сегодня ребёнок утром варил сосиски. Я поняла, ну я на него так орала, я так на себя орала. У меня была истерика, у меня каждый день истерика с утра до вечера. Мне всё не нравится. Я говорю, ну вот как, что не нравится? Он воды мало налил в эти сосиски. И вообще сосиски не те купил. И так всё это медленно делал. А где-то слишком быстро делал, что у него там это всё падало и разливалось. В общем, я ещё потом полдня за ним убирала после варки этих сосисек. Ну как тут не раздражаться? То есть я говорю, что конкретно в ребёнке не нравится? Не нравится его медлительность. И то, что он делает всё быстро, там, спустя рукава одновременно. То есть и быстро, и долго. Да, и не то, не то не нравится. Понятно, мы если одну часть отрицаем, второй части от целого, там тоже никак не получится использовать. Потому что, если я, например, хочу быть хорошей, я отрицаю в себе плохое, то я и хорошей не могу быть. Потому что я целая, просто убираю из себя. Я не могу отрезать одну сторону медали. Я не могу отрезать половину и быть наполовину. То есть я ни того, ни того тогда себе не дам, если я не приму. И вот она говорит, не нравится мне, что он делает всё спустя рукава. Не нравится его медлительность, не нравится его безрукость. Он всё делает неправильно, не по правилам. Ошибки все делает. Я потом эти ошибки вымываю. Я говорю, блин, тебе надо полюбить ошибки. Тебе надо полюбить неправильность. Это же так круто, неправильность полюбить. Это же, ну вообще, давай трансформируем, говорю, шаблон. Правильно, неправильно. Почему всё правильное, оно неправильно? А почему всё неправильное, оно правильно? Почему? Блин, ну это же логично. Представьте, в нашем мире нет ни одной песчинки у природы одинаковой правильной, копированной. Каждая песчинка уникальна. Представьте, у нас всё будет одинаково. Одно и то же дерево по всему миру, одно одинаковой формы, вот прям точная копия будет рассажена. Мы все люди будем ходить с одинаковыми лицами и телами. У нас каждая песчинка будет одинаковая. Что это за мир будет вообще? Представьте, он и уникальный, и правильный за счёт своей неправильности, что каждая новая песчинка в этом мире, она неправильная, она с ошибкой, она с изменением, она там с багом. У неё есть какая-то уникальная новая деталь, что даёт новому уникальность. Представьте миг. Каждый миг новый, уникальный, неповторимый, не по правилам. Чтобы его представить, возьмите киноленту по кадрам. Каждый кадрик отличается от предыдущего и следующего какой-то маленькой-маленькой незаметной деталькой. То есть, если вы разложите любое видео по кадровку, то они вроде на первый взгляд все одинаковые картинки, но там чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть где-то изменено. Понятно, да? И когда вы быстро эту киноленту уже просматриваете на кинопроекторе, вы видите живую картинку, живое кино. Если мы все картинки сделаем правильными, по правилу, одинаковыми, такими, какие они должны быть, у нас кино не получится. У нас будет статичное видео, просто будет крутиться эта кинолента с одинаковыми картинками, и у нас получится не кино, а просто фотка. То же самое каждый новый уникальный миг, который чем-то отличается, не по правилу, где в это правило ошибка какая-то заложена. Но ошибка это хорошо. Вы просто сложили вот этот паттерн с детства, что сделаешь ошибку, тебе двойка, двойка ругать будут. У вас заикарилась эта фигня с детства, блин, когда нас чему-то учили ошибся, в угол пойдешь, там ремня получишь, там вкусняшку не получишь, двойку получишь и так далее. То есть у нас сделать что-то уникальное не по правилу, это плохо, это больно. Вот, но вы-то уже выросли, хватит уже на эти старые шаблоны смотреть. Вы уже взрослые, вы можете уже сами подумать, рассудить. Ох, без остановки, блин. Так вот, представьте, каждый миг с ошибкой, которая у нас есть, творит эту офигенную жизнь, уникальную, постоянно движущуюся. Представьте, каждый миг сделать по правилам. То есть пускай все будет правильно, каждый миг одинаковый, наша жизнь встанет, никакого движения не будет, жизни не будет, просто статичная будет картинка. Вот, чтобы наша жизнь была, а жизнь — это движение. Движение за счет изменения каждой доли триллиардной секунды, она должна быть изменениями. Только тогда мы движение почувствуем, тогда мы жизнь почувствуем. Вот правильное — это все неправильно. Это уже есть, это уже создано, это уже понятно, это уже пройдено, в этом есть уже опыт, это уже старый, это уже отжившее, чтобы делать что-то дальше правильно, нам надо делать неправильно. И если вы это поймете, блин, вы охренеете. И люди вам перестанут транслировать и раздражать вас неправильными какими-то вещами, потому что все неправильное вы будете оценивать как лучшее, как классное и так далее. И вы просто даже не заметите, что что-то кто-то сделал неправильно. Но если вы видите, что люди делают не по правилам, неправильно, с ошибками, они просто носом вас пытаются в это раздражение вот так вот ткнуть, чтобы вы увидели наконец-то, примите ошибки, примите неправильность, примите все действия новые, уникальные, делайте все по-другому, разрешите себе делать ошибки, не бойтесь их делать, перестаньте жизнь останавливать. Каждый раз, когда вы стараетесь не сделать ошибку, а сделать по-старому, по-правильному, так как оно должно быть, все, ваша жизнь останавливается нахрен. Нам нужно движение, ребят. Ошибка каждый миг, новое что-то каждый миг. Если этого нет, вы стремитесь к правильному, будут приходить люди тыкать вас носом и будут делать все неправильно, только для того, чтобы вы это заметили, что вам это не хватает, понимаете? Я уже не знаю, насколько еще понятнее вам это объяснить. И вот так любой шаблон, быстро, долго, сильный, слабый. Почему сильный – это слабый, а слабый – это сильный. Задаете себе вопрос, рассуждаете, вы просто офигеете, какая там суть, почему это одно и то же, быстро, долго, почему это одно и то же, почему время и без времени – это одно и то же, почему большой и маленький – это одно и то же. А все крайности – это просто способы применения этого чувства. Когда вы начнете это делать, ваш кругозор из подзорной трубы вот так вот раскроется на 360, вы будете на мир по-другому смотреть, вы будете мир воспринимать по-настоящему, а не через матрицу, не через иллюзию, не через шаблонные программы. Вы же ни хрена ничего не видите вокруг, что происходит. Так у вас этого всего там нету и проблем, и куча, и нехватка только из-за того, что вы не видите вокруг себя все вот это изобилие. Так как это увидеть, если вот у вас шаблоны? Это надо, это не надо. Это правильно, это неправильно. Это хорошее, это плохое, все разделили, и в итоге вы себя просто останавливаете, не даете вот ничему даже случиться, потому что, а вдруг, блин, случится, а это будет плохо. Так уже ничего не случилось, уже минус, уже долги. Неужели вам от этого неплохо? Так идите, пробуйте, делайте что-то, совершайте ошибки, идите в страхи. Так нет, я туда пойду, вдруг сделаю, а вдруг это не получится. У вас уже не получилось, пока вы еще даже не начали. Вы не начали, у вас и нету ничего. Начнете, пофиг, как вы сделаете, что вы сделаете, что тогда будет, какая разница что. Весь смысл не вот это вот хапать, 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 чтобы все материально вокруг меня было, все вот эти желания исполнены, а сам интерес совершать ошибки, познавать себя, расширять себя, приобретать бесконечное знание, опыт, любовь вот это вот. А любовь, да вообще, переводить ваших темных демонов, это вот то, что вы в себе отрицаете, то, что люди придут и покажут, то, что не нравится в других, да, они приходят вам вас показать, ваших демонов. Так вот, ваших демонов, вашу темную сторону, вашу темную сторону, вы переводите в любовь, то есть начинаете понимать, что это такое, как это использовать. Вот это и есть любовь, это не бабочки в животе, там еще что-то. Нет, любовь это непонятное, темное, перевести в понятное, светлое и начать это использовать. Так вот, неужели вы не хотите любви в этой жизни испытывать ко всему, блин, просто любить, кайфовать, радоваться, замечать все эти изменения, творить, как творить все, что вы хотите. Ну так это можно добиться только, если вы идете в страхи, если вы действуете. Но чтобы это делать, нас шаблоны останавливают, вам надо шаблоны трансформировать. Этих шаблонов, о, просто обросли с детства. В детстве этих шаблонов не было. Дети все делали, ходили, гуляли, смотрели, там, я не знаю, говняшка так вот по стенкам размазывали, применяли все, куда бы что засунуть. Делали миллион ошибок и не считали это за ошибки. Они познавали, они учились, а что вы забыли-то, я не пойму. Маленький ребенок ваш, он так и остался, вы как были ребенком, так и остались. Просто ваше тело, блин, постарело, ума понабрались, шаблонов понабрались. Каждое ваше новое, не знаю, знание, это просто тупо шаблон, который вообще нахрен вам не нужен. Знания используйте только для развития, для того, чтобы эти знания отпускать и идти сразу, пробовать эти знания на опыте, опять отпускать, опять пробовать на опыте, получать какое-то знание, отпускать, идти заново, все время куда-то двигаться, все время совершать ошибки, все время пробовать, не делать ничего по-старому. Так будет все классно у вас, не будет у вас этих беспокойств, депрессий, проблем, болезней. Болезни — это просто наше тело сигналит, что мы тормозим себя всеми шаблонами мышления. Первое, что и единственное, наверное, надо делать в этой жизни, это трансформировать шаблоны мышления. Больше нахрен ничего не надо делать в этой жизни. Трансформировать шаблоны — это значит познавать себя, познавать все ваши чувства, из чего вы состоите, куда это применить, и с ними жить, развиваться, расширяться. Так что welcome на мой видеоканал, подписывайтесь. У меня очень много про шаблонов мышления, просто каждое видео, наверное, да, и как это трансформировать. Там под видео ссылки есть на видеоканал в Телеграме, на статьи, на аудиоканал, на курсы, которые 490 рублей стоят. Ну вообще, блин, смешно в месяц. Вот, чашка кофе в Турции дороже стоит в два раза, чем мой курс месячный. По трансформации шаблонов мышления, которые решают любые ваши проблемы. Нет, вот зачем? Я лучше пойду к очередному психиатру, попью, что она там, психотропные пила. Вот, мы с Мишкой вам... Только как улыбается. Мы с Мишкой вам желаем классного настроения. Вот, и познавайте себя, не бойтесь идти в новое, не бойтесь идти в страхе. Совершайте ошибки. Ошибки – это круче, чем не делать ошибки. Не делать ошибки – это самая большая ошибка. А вот делать ошибки – это безошибочно вообще. Безошибочно, круто, классно и нужно. По-другому никак. Вот. Пока. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok